В очередном матче чемпионата России в Волге достался Челябинск. Суровый с подачи российских шоуменов клуб приехал на берега Великой Русской реки в роли лидера. Однако первое промежуточное место в турнирной таблице по признанию самих уральцев вовсе не цель на ближайший сезон. Волга в свою очередь также подошла к матчу с местом в авангарде зоны Урал-Приволжье. Победная домашняя серия из двух матчей и выход в 1-32 финала Кубка России настраивали болельщиков на оптимистичный лад. Больше того, сами футболисты ульянского клуба намерены были продлить победную традицию. Каждую игру настраиваемся как на победу, будет лидер, будет аутсайдер. Правда, продержать свои ворота на замке хозяевам стадиона старт удалось недолго. Челябинск молниеносно разыграл комбинацию из двух точных передач и Никита Зырянов точным ударом поразил ворота голкипера Дмитрия Красильникова. Шла всего-навсего десятая минута встречи. Вышли немного не так, как нужно выходить на игру. Чуть расконцентрировано пропустили. Потом чуть выправили ситуацию, забили гол. Считаю, что равная игра была. 20 минут потребовалось Волжаном, чтобы выровнять игру не только на поле, но и на табло. Ответный гол получился зеркальным отражением гола Уральского. Снова проход по флангу, прострел в центр штрафной и четкий удар набегающего футболиста. В роли ассистента воспитанка ульянского футбола Валерий Захаров. В роли Галеодора его партнер по детской футбольной секции Денис Рахманов. В оставшуюся час игры зрители вместо забитых мячей увидели много борьбы за инициативу. Больше всего ничего расстроило тренерский штаб хозяев. У меня был претензий только по самоотдаче, что дома нужно додавливать соперника. Даже если что-то не идет качество игры, нужно на характер вырывать матч, чем раньше Волга славилась. Дома так не играют. Надо заносить мяч вместе с ногами, с руками, с телом там. А так дома не выигрываются матчи. Следующий домашний матч у Волги 24 августа. Это будет поединок 1-32 финала Кубка России против Саратовского Сокола. За три дня до этого ульяновцы сразятся в Кирове против местного Динамо в рамках чемпионата страны. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.